всем привет ребята с вами пархоминг алексей и сегодня я покажу вам как создавать очень известный parallax эффект используя такой элемент как ui scroll view это очень знаменитый эффект который вы используете каждый день и мы настолько все к нему привыкли что не замечаем этого например откройте фотогалерею на телефоне и полистайте фотографии увидите что при скроллинге одна фотография как бы накладывается на другую вроде бы ничего необычного для вас вы видите это каждый день но тем не менее это нужно реализовывать потому что по умолчанию фотографии они просто будут идти друг за другом как это у меня представлен на втором симуляторе давайте его открою и перетяну со второго экрана вот давайте я перетянул второй симулятор видите что представлен один и тот же проект только на iphone xs представлен parallax эффект то есть видите что при скроллинге фотографии как бы накладываться на другую а что происходит она без этого эффекта то есть на айфоне x я просто листа и видите что одна фотография просто следует за другой без каких-либо анимации эффектов то есть называть это как хотите итак теперь давайте откроем xcode сделаем новый проект single view app next называем его как хотим я назову parallax demo next create на рабочем столе да давайте раскроем на полный экран и первое что нам нужно сделать это конечно же добавить скролли обычно я привык сделать это программ способом но в принципе ничего не мешает сделать это через storyboard да поэтому давайте вытащим из библиотеки объектов scroll view расположим его на экране также в целом давайте добавим navigation контроллер поэтому давайте я сначала немножко отдалю зажимая данный view контроллер нажимаем на нижнюю кнопочку and in navigation контроллер да таким образом просто подключили navigation контроллер и последнее что у нас стало сделать это растянуть скролл view по экрану и закрепить его с помощью constraint поэтому давайте сверху save area его прикрепим снизу давайте наверное я сделаю прикреплю его не к save area а прям нижней границе у view но в принципе можете сделать как захотите давайте закрепим с помощью constraint на экране просто ко всем четырем границам причем обратите внимание что снизу 0 это расстояние не до save area а до нижней границы view то есть выбираю 4 constraint нажимаю add constraints да таким образом ошибок не возникает теперь перейдем обратно во view контроллер и первое что нам нужно сделать это добавить массив с фотографиями принципе эти фотографии могут прийти откуда угодно из интернета но мы давайте просто сделаем с вами простой массив с фотографиями но перед этим давайте перейдем парочку фотографий в асиц в эти фотографии сможете скачать с готового проекта под этим видео так что если хотите то жмите видео на паузу и доставать эти фотографии итак теперь давайте сделаем массив за вы его имиджес массив это будет содержать себе объекты типа ю а имидж раскрываем через конструктор с ней давно им передаю 0 5 у меня первая фотография называется запятая теперь этот блок небольшой скопирую ставлю 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 до 5 2 фотографии давайте об ускоренном режиме и заполню итак таким образом мы с эмулировали с вами некие данные которые пришли к нам в проект теперь давайте настроим наш scroll view чтобы она содержала в себе все изображения которые к ней приходят давайте сделаем это в отдельной функции поэтому ниже напишу правил фанк с этап scroll view не будет принимать никаких параметров сразу давайте вызываем в методе видит лоуд скопировал и вставлю сюда и теперь перед нами встал вопрос как реализовать scroll view так чтобы он мог вмещать в себя столько картинок сколько у нас их представлено в массиве очень просто у scroll view есть такое свойство которое называется контент сайз но для начала что я забыл сделать это с main storyboard я забыл перетянуть айби аутлет для нашего scroll view поэтому открывая assistant editor закрою правую панель и просто перетяну для этого scroll view айби аутлет вот сюда назову его scroll view connect на данном этапе теперь нам assistant editor не понадобится поэтому закрываю и здесь напишу scroll view . content сайз и у данного свойства вытаскиваем вив и мы давайте присвоим значение сел в точка scroll view . frame . вив и это значение будет умножено на количество картинок которые содержат массив эти картинки должны быть переделаны формат cg float поэтому давайте напишу cg float и внутри этого cg float и напишем images . count вот таким вот образом и давайте запустим симулятор но перед этим сделаю бэкграунд color на какой-нибудь другой цвет чтобы мы могли видеть результат выберу iphone x симулятор нажимаю command r и теперь видим что действительно у нас scroll view подгрузился и как вы можете заметить по высоте у нас ничего не изменилось то есть я двигаю мышкой да мне как бы ничего не меняется а если я захочу полистать вправо увидим что снизу ниже кнопки у нас появляется такой некий ползунок и то есть это говорит о том что контент который может содержать scroll view по горизонтали он больше чем размер экрана в пять раз ну то есть картинок у нас 5 поэтому в 5 у scroll view можно также вызвать свойство которое называется из пейджинки на бут и поставить его значение на true для того чтобы scroll view вела себя таким образом чтобы мы могли как бы листать фотографии то есть давайте перезапущу симулятор смотрим что изменится то есть вот теперь я как видите я могу листать да то есть вот и сейчас мы сюда просто вставим фотографии но конечно же мы будем вставлять не конкретно сами фотографии а некие view кастомный до в которых будет содержаться фотографии то есть нажимаю команд н давайте создадим новый файл свифт файл назову это view parallax view нажимаю create и то есть стандартные процедуры сначала импортируем библиотеку и кит затем создадим новый класс который назовем также parallax view который будет наследоваться от и вьюм есть выберу внутри этого класса давайте создадим два инициализатора стандартная процедура первый инициализатор через фрейм также пишем super.init сюда передаю фрейм и второй инициализатор у нас вызывается автоматически по просьбе компилятора через кодер-декодер он идет обязательно к любому вью который вы создаете программным способом поэтому его также нужно внедрить и уже у этого parallax view давайте создадим переменную light image view который будет содержать себе нашу картинку типа ui image view давайте раскроем closure и сдадим ей здесь некий параметр для этого здесь опять нужно создать light image view равняется и и меч вью и сразу ее вернем return image view как давайте переименую да допустил небольшую ошибку вот таким вот образом и у данной и мечу давайте зададим цвет заливки то есть background color равняется . black да допустим и еще одно свойство которое нужно изменить у и меч его называется она translates of three sizing mask in the constraints и установить его значение на false для того чтобы мы могли закреплять данный имидж вью с помощью констраинтов в коде и сейчас через данный инициализатор давайте сначала добавим ее на view поэтому пишу add subview сюда перетаскиваю имидж вью осталось только закрепить ее с помощью констрейтов на экране делается это очень просто у имидж вью есть такие четыре свойства которые называются top anchor leading anchor да то есть давайте например выберу top anchor это отвечает за верхнюю границу у этого top anchor есть такой метод который начинается с констрейн да и тут много разных с конструкторами нас интересуют с конструктором equal to есть поговорим что хотим чтобы верхняя граница у нашего имидж вью была привязана к верхней границе данного вью поэтому здесь тоже пишу top anchor и также говорю чтобы этот констрейнт был активным то есть из актив равняется true теперь эту процедуру надо проделать для оставшихся трех других границ поэтому копирую и вставляю еще три раза теперь делаю то же самое с нижней границ то есть bottom anchor передаю сюда и теперь осталось только слева и справа поработать за левую границу отвечает лидинг anchor скопировал и вставил его вот сюда вот справа у нас отвечает трейлинг anchor поэтому пишу трейлинг anchor копирую и вставляю вот сюда нажимаю команды никаких ошибок не возникает ну и последнее давайте сдадим некую рамочку да для этого и поэтому здесь пишу layer . border with равняется единичка давайте даже 0 5 и сдадим цвет то есть layer . border color равняется uicolor . black . cg color нажимаю command p никаких ошибок не возникает и давать установим цвет заливки у данного view background color равняется . white все с этой view мы закончили теперь давайте перейдем обратно файл view controller и сейчас что мы здесь будем делать это вставлять определенную view с определенной картинкой на место в нашем scroll view делать мы это будем конечно же через цикл цикл будет зависеть от количество наших фотографий то есть от массива images поэтому давайте здесь раскроем скобочки первый параметр называется ай то есть текущий номер а второй будет называться имидж то есть картинка и этот цикл как я уже сказал будет прибегаться по массиву имиджерс только у массива имиджерс нужно вызвать энумерейте да для того чтобы мы имели доступ не только к конкретной картинке но и также для того чтобы у нас по умолчанию уже был встроен порядковый номер то есть и начинается он как вы догадались с нуля теперь для каждого такой итерации мы будем создавать лет фью которая будет типа параллакс фью да теперь нужно задать конкретное расположение то есть фрейм для данного view поэтому здесь ниже давайте напишем view точка фрейм фрейм нас тип оси джерек давайте раскроем его через конструктор x y view in height давайте начнем с размеров тут буквально все понятно то есть они будут абсолютно такими же как и размер нашего scroll view то есть селс . scroll view . frame . view да так теперь хайд хайд то же самое селф . scroll view . frame . хайд давайте все это перенесу на строчки пониже до того чтобы все это смотрелось аккуратно теперь что делать с позицией где будет стоять конкретный view но с игреком все понятно то есть везде 0 то есть ну и по вертикали никак не трогаем да а по иксу смотрите то есть первое view у нас должно стоять на координате 0 до 2 через размер экрана третье view должно стоять через два размера экрана все просто то есть есть данное значение будет зависеть от того какая-то картинка по счету то есть здесь все также селф . scroll view . frame . вив то и это умножается на сиджи float от айп и последнее что ласа сделать это у каждого есть имидж view у каждый имидж есть свойство имидж каждому свойству имидж присваиваем текущую имидж и осталось только добавить это в юном скроме и поэтому селс . scroll view . at sub view и передаем что эту view таким вот образом теперь давайте запустим симулятор а идея сейчас нас должны выводиться пять фотографий который будет представлен в ряд и которые мы можем будем скроллить так представлена первая фотография давайте нажмем направо видим что появляется вторая здесь появляется третье но видим что симулятор все-таки чуть-чуть не достает и справа остается вот это вот небольшое расстояние да а почему так происходит проблема заключается собственно в том что такой элемент как юай скром view имеет очень странное поведение если мы настраиваем его с помощью констрейтов в стари борде и здесь как вы можете заметить у меня представлен iphone xr а симулятор у меня айфона x и непонятно почему но в зависимости от того какое устройство будет выбрана здесь на симуляторе будет отображаться по-разному ответа почему так происходит я не нашел в интернете но если вы знаете то напишите об этом пожалуйста в комментариях вот давайте в подтверждение своим словам я выберу допустим айпад самый большой да и запущу все также на симуляторе iphone x сейчас вы заметите разницу и так симулятор загрузился представлена все та же фотография но уже сейчас заметно что эта фотография и и размеры не совпадают с реальностью они стали даже еще больше что соответствует наверняка размер самого айпада причем имейте ввиду что эта проблема возникает только если мы настраиваем констрейнты для такого элемента как scroll view именно в стари борде то есть какая может быть альтернатива да давайте выберем обратно симулятор iphone xs приблизим немножко и например вместо этого мы можем создать размер для такого элемента как ее скролы с помощью кода а можем в сайз инспекторе удалим эти констрейты и воспользуемся авторе сайзингом тоже очень удобный инструмент здесь вот есть такое динамическое окошечко то есть мы хотим чтобы наш scroll view он растягивался ко всем четырем границам а также сам по себе растягивался по горизонтали и по вертикали и сейчас так же давайте я здесь выберу айпад до самый большой и запущу симулятор нажимаю command r симулятор мне сейчас стоит iphone x и теперь как вы можете заметить у нас фотография работает корректно то есть ее размеры то есть ее границы соответственно равны размеру ширине нашего телефона устройство на котором вы это смотрите то есть могу теперь спокойно пролистать все фотографии видите что все работает корректно и так давайте теперь продолжим двигаться дальше что нам осталось это добавить собственно сам параллакс эффект потому что фотографии у нас как вы видите скроллится сейчас обычным образом чтобы реализовать такой функционал нам нужно подписаться под специальный протокол юай скрол view delegate и вытащить у него один метод который мы будем это реализовывать давайте закрою правую панель давайте сделаем наверное через extension так будет правильней поэтому здесь ниже напишу ключевое слово extension view контроллер и он будет подписан как я уже сказал вот протокол юай скрол view делегей раскрываем и у этого протокола давайте вытащим функцию которая называется скрол view did scroll и здесь уже в этой функции мы будем описывать ту логику благодаря которой у нас будет создаваться некий параллакс эффект действие которые мы пропишем в этой функции будут больше математического характера поэтому вам в будущем если вы захотите использовать этот параллакс эффект своих проектах то запоминать функционал который мы опишем в этой функции не то что необходимо но вы будете просто его переиспользовать уже своих проектах то есть просто копировать что вам нужно знать это вот как раз таки вот эту логику которой мы описывали функции с этап скролл view а именно что по каждой конкретной позиции у скролли создавать конкретную view с конкретными данными ну что ж давайте начнем и первое что нужно это задать некую переменную которая будет хранить себе некий темп некую скорость наложения одной фотографии на другой то есть чтобы понять надо проникнуться в суть давайте перетянуть симулятор со второго экрана видите это приложение уже в готовом виде начинаю перетаскивать эту фотографию от экрана и у нас появляется новое и как вы видите фотография с космосом она появляется быстрее чем исчезает старая фотография это и есть та разница поэтому давайте создадим такую переменную назову ее темпа да и она будет равняться 200 допустим деленное на scroll view . frame . view что эта переменная будет делать вы разберетесь чуточку попозже давайте пока что двигаться дальше сейчас нам опять потребуется создать некий цикл потому что мы хотим обрабатывать экспозицию каждого элемента в scroll view поэтому также for in in от 0 до количества элементов в нашем массиве то есть images.count открываем и здесь нам нужно фиксировать конкретную view у scroll view которая находится сейчас на экране то есть вот эта функция у нее есть входной параметр scroll view ну собственно вот это scroll view на которой описано наше view и сейчас нам нужно вытащить определенную параллакс view которая находится сейчас в данный момент времени на экране поэтому пишу let parallax view равняется scroll view и как вытащить конкретную view мы можем это сделать единственным способом это view with tag то есть найти view по конкретному тегу сейчас у нас никаких тегов нету поэтому давайте создадим такие теги для каждого view которые мы создаем делается это очень просто пишем просто view у него находим свойства который называется тег и давайте приравняем ему какое-то конкретное значение то есть давайте это будет например сумма текущей позиции до нумерации и прибавим допустим число 10 таким образом мы создали индивидуальный тег для конкретно view и теперь вот этот тег мы передадим сюда абсолютно такое же значение то есть ай плюс 10 потому что здесь ай и здесь это одно и то же число при каждой итерации передам его сюда и осталось только прокастить данный про лакс view до типа параллакс view и теперь что осталось делать это математическими способами высчитать следующую экспозицию для конкретной view то есть напишу let new x типа сиджи флоут равняется тот самый темпо да только почему то здесь он не написан с ошибкой поэтому давайте исправим темпа и умножим все это дело на открывая скобочки и внутри записываю скролл view . content of set . x минус сиджи флот открываем сюда передаю ай и все это дело еще и умножаю на скролл view . frame . with вот таким вот образом и последнее что осталось сказать это задать уже конкретный фрейм для image view в каждом view то есть relax view . image view . frame равняется сиджи рак давайте его раскроем через x y view of the height давайте перенесу все на строчки пониже начну с x x у нас и как я уже сказал принимает параметры new x по игреку у нас никак ситуация не меняется поэтому параллакс view . image view . frame . origin . y следующему это у нас with with у нас тоже никак не меняется параллакс view . image view . frame . with и height также остается абсолютно такой же только изменится with но height как вы видите я особо не акцентирую внимание на том что означают некие переменные потому что вся эта функция представляет собой некие математические расчеты на основе которых у нас и создается параллакс эффект ну что ж теперь можем запустить симулятор посмотрим что произойдет итак симулятор запустился давайте приставим фотографию направо и видите что ничего не изменяется потому что мы подписались под протокол но не объявили делегат кто будет исполнять все эти требования требования будет исполнять скромью поэтому пишем скролл delegate равняется self и распускаю симулятор common r итак давайте еще раз полистаем симулятор перетягиваю направо и видим что одна фотография как бы накладывается на другую делаю еще раз все работает исправно единственное что если мы долистаем до конца то видим что принципе можно листать уже по той поверхности в которой фотографии уже нет это исправляется одним движением руки у скролл достаем свойство которое называется bounces и устанавливаем ему значение на фолз теперь еще раз могу перезапустить симулятор посмотрим изменится ли ситуация и так листаем до конца и видим что дальше листать у нас нет возможности как я уже сказал в принципе данный блок кода вы можете не запоминать потому что здесь в основном представлены математические расчеты единственная связь которая существует с внешним миром из этой функции это некий тег который мы устанавливаем для каждого view нашим скролл view а на этом у меня все надеюсь вы нашли данное видео очень интересным и полезным напишите в комментарии каким еще образом можно улучшить прокрутку объекта в приложении обязательно ставьте пальцы вверх а с вами был пархоминг алексей портал святбук точка ру и до новых встреч